Более 25 тысяч самозанятых только в Кировской области. Их количество в 2022-м стремительно растет, как у нас в регионе, так и в России в целом. Вот данные от Федеральной налоговой службы на 1 мая в стране 4,8 миллионов самозанятых предпринимателей. Это на 800 тысяч человек больше, чем в январе. Кто это самозанятые? Это предприниматели, которые работают сами на себя, без привлечения других сотрудников. Сейчас чаще всего это работники такси, сферы красоты, ремонта, маркетинга или доставки товаров. А еще дизайнеры, художники, программисты, репетиторы. Самозанятые платят налоги, но небольшие. Смотрите сами. Физлицо, работающее по трудовому договору, платит 13% НДФЛ, а ИП, помимо налогов 6% от годового дохода, платит страховые взносы. Самозанятые же оплачивают единственный налог на профессиональный доход в 4%, если работают с визлицами, и 6%, если с юридическими, благодаря чему многие вышли из тени. Те услуги, которые оказывались до этого на дому, как вы говорите, в тени, сейчас они уже оказываются в чистом виде и не стесняются показывать свои доходы от аренды квартиры. Если раньше человеку приходилось платить 13%, то сейчас он может сдавать свою квартиру и платить всего 4% с налогами. И при этом у них не предусмотрена сдача декларации по этому налогу в налоговую. Все считается автоматически в приложении «Мой налог». Поэтому это очень удобно и оперативно для самозанятых. Налоги небольшие, но за счет количества предпринимателей они значительно пополняют бюджет. Вот пример Москвы. Только за 4 месяца самозанятые столицы перечислили в бюджет 2,3 миллиарда рублей налогов. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Просто это налоговый режим, который выгоден всем. Который выгоден, во-первых, ФНС, потому что платятся налоги. Он выгоден непосредственно работникам, потому что они платят или 4, или 6%. И он в определенной степени выгоден работодателям, потому что, во-первых, самозанятым не нужно оформлять в штат. То есть не нужно платить порядка 40% страховых взносов. Самозанятым проще в этом плане работать, в том числе и с тем же ФНС. Вдруг вы тоже решили пополнить ряды самозанятых? Сделать это можно на портале госуслуг. Вот инструкция от первого лица, от опытного юриста, которая сама является самозанятой уже два года. Это делается очень просто. Скачивается приложение «Мой налог» в любом телефоне. То есть это поддерживается любой системой. И у меня эта регистрация в качестве самозанятого заняла буквально полминуты. То есть я регистрировалась через госуслуги, скачала приложение, подтвердила, что да, я хочу стать самозанятой. Все, буквально через минуту у меня пришло уведомление от налоговой, что поздравляю, вы самозаняты. Единственное, что стоит учесть, это ограничения. Некоторые сферы бизнеса, например, нельзя сдавать коммерческую недвижимость, не разрешается нанимать работников. Доход максимум 2,4 миллиона в год.